Можно сказать, что задача изобрести противоядие против партнера в тех местах, где он для тебя невыносимо токсичен. И в то же самое время, в тех моментах, где ты токсичен для партнера, постараться быть немножечко издержаннее. Вот как бы и вся формула. То есть задача мужчины позволить женщине быть женщиной, вот этой вот эмоциональной, вот такой какой-то дерганой, колючей, какой-то вот колкой. Вот, ну вот, то есть такой, какая она вот есть, такой, какая она проявляется. А задача женщины, ну простить мужику и позволить ему быть вот таким вот грубым, немножко неотёсанным таким, ну вот в местах каких-то там чёрствах, не всегда понимающим её эмоции. Вот собственно и вся формула. Когда мужчина позволяет женщине быть женщиной рядом с собой, в нем как раз пробуждается больше вот этих мужских качеств. Он позволяет ей быть капризной. В это время ему нужно наработать в себе вот эту уверенность и устойчивость, верность своему слову. Когда он позволяет женщине быть эмоциональной, ему нужно в ответ наработать в себе вот эту спокойность и уверенность. Именно вот выход на уровень сознания, контроль вот этих эмоций и так далее. То есть вот через это и идет развитие. Когда женщина позволяет своему мужчине быть грубым, ей нужно становиться более ласковой и нежной. И в этом смысле мы как бы становимся более противоположны друг другу, но тем самым вот эти противоположности начинают сильнее притягиваться. То есть вот это и есть путь развития в себе вот этих им и ян качеств. Ну, можно сказать, вообще весь смысл человеческого существования, если говорить о более вот таких вот философских вещах. То есть когда ты позволяешь своему партнеру быть рядом с тобой таким, какой он есть, и в то же самое время помогаешь ему стабилизироваться и становиться лучше, ну, ты сам становишься лучше. Вот, собственно, основная идея, вот кратко, если говорить о ней.